Вас приветствует канал URS Russia, город Санкт-Петербург. Друзья, сегодня у нас с Наташей тренировка. Вы Наташу, наверное, помните. Кто не помнит, посмотрите. Наташа была после очень крупной аварии, тренируется у меня пять месяцев. Поэтому сегодня я покажу, с чего она достигла. Чего мы вместе достигли. Поэтому смотрим тренировку и будем вопросы задавать по ходу. Что тебе, Наташа, ты расскажешь, как ты восстановилась, как у тебя пока руки, что с тобой было вообще, расскажешь подписчикам. Поехали, друзья. Давай, Наташа, садись. Вот так вот. Ты не могла сидеть, ты ничего не могла. Ты помнишь, да? Опять. Ты просила не выкладывать, а я вот выложу. Вот сейчас прям фотка выйдет твоей машины. Ну, друзья, не подумайте, что это какая-то жалость, чтобы проявилось или что-то. Просто я вам показал эту фотографию Наташиной машины, что просто произошло. Что это было достаточно серьезно. Да. Что-то не были легкие травмы. Ну, месяц в коме я была. В общем, в сложности 40 дней в реанимации я провела. Ну, потом еще три месяца в постели. В постели, да. Нельзя хотеть. И скажи, у тебя что было? Расскажи, вспомни. И дальше начнем. Не грусти. У тебя сейчас все нормально? Скажи, что у тебя было какие, так скажем, переломы? Была тяжелая травма сочетанная. Были переломы. Оскольчатый перелом плеча. Остеосинтез сейчас в плече стоит. Перелом костей таза. Травма позвоночника. С позвоночником что было? Переломы мастистых отростков двух позвонков поясничных. И рука, да? Да, плечо. Ну, много еще чего было. Ну, и сейчас ты себя как чувствуешь уже? За пять месяцев. Хорошо, отлично. Сейчас с вами я делаю то, что я не делала раньше, до травм. Ну, и очень приятно. Но это от тебя тоже много зависит, потому что ты целеустремленная, ты не опустила руки. Поэтому никогда, друзья, не опускайте руки. Да, Наташа? Не должны люди опускать руки. Жизнь – это борьба. И ты сейчас опять приступила к своей работе. Да, я сейчас хирургом работаю. Отлично. Давай, приседаем. Тридцать килограмм. Наташа уже разминается пока. Садимся до конца. Колени разводим. Четко, спокойно, не спешим. Молодец. Встала. Отлично, Наташа. Семь раз. Хорошо, хорошо. Отталкивай землю. Молодец. Спину держим жестко. Встала. Еще один разочек хорош. Встала. Поставила. Наташа, а как ты, когда ты себя начала нормально уже чувствовать? Ты помнишь этот момент? Я-то как-то, мы с тобой три раза в неделю видимся. Я помню, как ты не могла даже на скакалке прыгать. Ничего не могла. Первое время мне было просто физически тяжело восстанавливаться. Во-первых, после долгого перерыва, учитывая все травмы, очень болели ноги, руки, отеки и все прочее. Ну и морально, конечно, тяжелее, чем физически. Когда ты понимаешь, когда ты чувствуешь, что ты можешь, что у тебя получается, что с каждой тренировкой ты можешь делать больше, хочется все больше и больше, получаешь уже удовлетворение. Покажи руку, как у тебя сейчас она, как она у тебя работает. Рука. Отлично. Молодец, отлично. Сразу же заметно можно отлучиться. Ну, все работает. Ну, мы сегодня на грудь покажем, как ты берешь, что ты научилась. Ну, Наташу я сейчас пока не могу. Ну, пресс мы не делаем ни в коем случае, потому что у Наташи до сих пор, я не знаю, как это по-медицински, скажи. Не будем говорить, нет. Пока нельзя на пресс-упражнении делать. Она ходит в бандаже, вот посмеемся и покажем, что мы делаем. И не надо бояться спорта, тренируйтесь. Правильно, Наташа? Тренируйтесь. Все должно быть в меру. Да. Под контролем. Да, конечно. 25 килограмм, Наташа, 4 раза, спокойненько. Так, садимся низко и встаем. Хорошо, спину держим, жестко, жестко. Молодец. Отлично. Не вались, спокойно. Держи спину, держи, держи. Встала, встала, поставила. Поставила, не надо больше. Поставь, говорю. Давай. Села и сразу встала. Пошла вверх, пошла. Хорошо, спину держи, спину держи. Спокойно. Встала сразу вверх, сразу. Молодец. Сразу. Отлично. Еще раз. Пошла вверх, пошла. Стоп. Поставила. Осторожно, спокойно. Спину держим. 45 килограмм. Спину держим. Жестко. Сразу вверх. Молодец. Держать спину. Держать. Еще раз. Встала. Встала. Хорош, поставь. Еще будешь третий. Встала. Отлично. Поставила. Ну, мы больше не пойдем. 45. Это у тебя и так нормально. На три раза сделала. Я уверен, ты присядешь 50, 52. Может, ты 55. Но мы не будем форсировать, потому что тебе еще на живот предстоит операция. Поэтому отдыхаем. До твоих событий ты 50 хоть раз в жизни приседала? Да, конечно. И 45 не приседала? 40 не приседала. И 30 не приседала, если честно. Давай. 50 килограмм, друзья. Наташа, один разочек. Не надо больше. Наташа любит много, но я ей не даю. Один раз говорю. Держать спину жестко, жестко. И сразу вверх. Сразу. Хорош, поставь. Поставь. Как ощущения? Хорошо. Понравилось? Да. Переходим на тягу. Наташа сегодня покажет вам тягу, друзья. Что она добилась за 5 месяцев. На предел не пойдем. Потому что живот еще не зашит. Хорошо. А в более хорошем, да? Сердце. Молодец. Наташа, молодец. Вот мне что нравится, она все время позитивная. Всегда. Вот так надо жить. Вот поэтому Всевышний всегда помогает таким людям. 7 раз 30 килограмм. Аккуратно делаем. Умите. И пошла. Разгибайся побыстрее. Побыстрее. Опускаешься спокойно, разгибаешься побыстрее. Поехали. Раз. Хорошо. Разгибаемся побыстрее. Два. Молодец. Терпим. Три. Хорошо, Наташа. Спину держим. Четыре. Вот, молодец, Наташа. Натянулась. 50 килограмм тяга. Опустила. Еще раз. Еще раз. Третий. И хорош. Три раза. Три раза. Отлично. Поставил. Не надо больше. Поставь. Мы сейчас 60 сделаем. Поставь. Наташа, ну-ка. Расскажи. Ты когда пришла, сколько ты делала тягу? Я забыл. Гриф или сколько? Да, просто гриф. Я маленький, не делаю с маленьким сетям. 7 килограмм. 7 килограмм. А сейчас уже 50 килограмм. Тренируйся, молодежь. И сейчас мы пойдем на 55. О каком грифе мы можем говорить, когда я к вам пришла и не могла поднимать руки вот так? Я не могла вот так. Да. У меня рука тренирована. Я не могла руки... Ну мы все начали, ребят. Мы все начали, как они видели в парке. Извините, что перебил. Просто им напоминаю. Мы все начали с резинок. Мы на резинках много занимались. Где-то месяца два, да? Да. Растяжка восстановилась. Сейчас у тебя нормально все, да? Ничего не болит? Отлично. Ничего не болит. Ничего, кстати... Ничего такой острой боли, какой-то проблем не было. С начала тренировок не было. Я себя чувствовала после каждой тренировки, после физической нагрузки. Чувствовала прилив сил, прилив бодрости. Чувствовала себя отлично и сейчас чувствую себя просто здорово. А все эти проблемы, касающиеся последствий травмы, они уже купировались. Сейчас все в наслаждении, в удовольствии. Молодец. Давай 55 килограмм тягу. Впервые Наташа это делает. Для вас, друзья, никогда мы еще не подходили к этому весу. Держим жестко. Для бабушек из Сибири. Бабушка, бабушка сейчас увидит тебя из Сибири. Вот так вот, 55 килограмм. Еще один разочек, спокойно. Отлично, поставила. Отлично, хорош. 60 пойдешь? Попробуешь один раз? Ну, один раз сделаю. Хорошо. Считать вы умеете, да, друзья? 60 килограмм здесь на штанге. Впервые Наташа это делает. Тяга. Наташа, много что делает. Держим жестко, держим. Давай. Потянула один раз, поставила. Больше мне не надо. Поставь. Все. Стой. Как кисть держит? Нормально? Все отлично? Отлично держит. Все. Тяги мы показали вам. Сейчас покажем, как ты берешь на грудь, какие-то швунги делаешь. Да? Все покажем. Покажи, как ты берешь взятие на грудь и выбросу. Вот такие. Ты не могла это делать, я помню, с пустым вот этим грифом. Легким вообще. Сейчас мы уже добавили вес. Ты так делаешь по 15 раз. Ну, давай сейчас будем добавлять потихонечку. Молодец, молодец. С кистью работаем, как положено. Отлично. Тебе нравится это упражнение, да? Очень. Да? Все, поставила, размялась. Поставила, сейчас желтый добавим. Наташа, и пока передышка, я хотел у тебя спросить. Тебе, ты сейчас вообще, когда работаешь инструментами хирургическими, тебе дискомфорт в руке, ты чувствуешь или вообще как? Ну, я же на амбулаторном приеме работаю, там нет больших полостных операций. Ну, то, что я делаю в поликлинике, я, в принципе, справляюсь. Ну, сейчас у тебя уже получше рука? Нет, конечно, однозначно. Даже я в работе чувствую, что я могу, по крайней мере, заниматься своим делом, которое я люблю. Ну, отлично, мы сейчас будем продолжать с тобой, и я тебя научу и рвать, и толкать, и мы все восстановим, и руку твою, и все остальное. Будешь еще лучше делать, еще лучше. Обязательно. Чуть ниже колени опустила, и пошла вверх, пошла. Заброс. Отлично. Не тяжело? Нормально? Нет, ниже можно опускать? Можно, конечно, ниже, если ты хочешь проработать спину, все. И разгон у тебя побольше будет. Отлично, отлично. Руки втыкай вверху, втыкай. Это работа на кисть, мы вот с Наташей. Это упражнение я всегда давал, чтобы кисть у нее заработала. И меня очень радует, что кисть у тебя начала работать. Ты сегодня даже 60 килограмм держала. Молодец. Ты помнишь, да, как мы кисть укрепляли? На турнике, помнишь? Помню, все. Покажи, как ты укрепляла на этом турнике, пожалуйста. Ну, просто на него повиси, не повиси сколько можешь. Помнишь, мы до предела всегда это делали. Сейчас мы чуть в последнее время на штангу перешли и забыли это упражнение. Штанга нас поглотила. Да, вот Наташа вот так висит. И сколько может. Вот так мы укрепляли кисти. Вот Наташа так всегда делала. Виси, 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 терпи. Тогда висела на одной руке, да? Виси, виси, терпеть. Вот так мы укрепляли кисти. И уже Наташа может висеть очень долго. Да, я буду до конца тренировки висеть. Поэтому лучше, да, позанимаемся. Давай, давай. Опустила и резко вверх заброс делает. Резко. Отлично. Это для вас, дорогие подписчики. Наташа сегодня делает рекорды такие. Это 10 килограмм, но и гриф там весит. Килограмма 2-3. Ну, 13 килограмм. Ну, это большая для нас победа. Мне очень... Молодец, умница. Тяжело? Да. Еще раз, резко. Вот эти забросы, они... Вверх тяжелее. Вверх тяжелее, да? Ну, кисть у тебя уже работает хорошо. Молодчина. Ну, это вообще рекорд у нас. Это мы никогда не делали. Мы делали раньше только с желтым, потом с синим. А сейчас уже два синих. Два желтых. Давай. Мощно. Забросила. И вверх. Хорошо. Заброс правильно делаешь. Давай еще два раза. Отлично. Жми, жми. Еще один раз. Еще один раз. И все. И перекур. Резко вверх. Отлично. Жми, жми. Все, поставь. Поставь. Ничего страшного. Поставь. Отлично. Так ты без остановки. Отдыхать надо немножко, понимаешь? А ты все без остановки. Штанга любит отдых, понимаешь? Я так много отдыхаю. Много говорю. Отлично. Хорошо, хорошо. Подтягиваемся. Вот такие уже вещи Наташа вытворяет. Молодец. Хорошо. Опускаемся ниже. Молодец. Дыши, дыши, дыши. Вот так вот. Хорошо, Наташа. Молодчина. Жми, жми руками. Жми. Хорош. И тяга блока. И потом растяжечка. Тренировка закончена. Давай. Спину ровно. Спину всегда надо держать ровно. Хорошо. Молодец. Отлично. Ложи, сломала. Тома. Ложи. Идой. Так и хранишь. Хорошо. Ложи. Ложи. Вот так. Как тебе, нормально? Ничего не тянет? Да, не тянет. Ничего есть, здесь все. Растяжка прошла. Да? Да. Дай бог всем тогда растяжка. Мама. Бабушка, привет, Иван. Бабушка. Двум. Из Сибири. На Байкале? Возру Байкал? Да. Ну вот, сегодня мы вам показали такую тренировку. Я очень счастлив и горд Наташи, что она таких успехов добилась. Скажи, что там подписчикам, пожелаешь нам? Я хочу сказать девушкам, любите мужчин, берегите их, потому что они лучшие. Пока, друзья. Смотрите канал, дальше будет еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...